Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире программа «Наедине со всеми» и я, ее ведущий Александр Катунцев. Моральное здоровье общества можно оценить по тому, как оно относится к наименее защищенной его части – старикам, детям и инвалидам. Создаются ли для инвалидов благоприятные условия со стороны государственных органов и городской власти? Сегодня об этом и не только поговорим с гостем нашей студии, руководителем общественной организации «ОБРИХ» Дмитрием Вичиком. Добрый вечер, Дмитрий. Но перед началом нашей беседы я хочу напомнить телезрителям, что мы традиционно проводим интерактивное голосование и сегодня хотелось бы узнать ваше мнение вот по какому вопросу. Как вы считаете, занимается ли городская власть созданием безбарьерной среды для инвалидов? Как обычно, у нас есть три варианта ответа. Если вы считаете, что только на словах, да и то по праздникам, звоните по телефону номер 728-01-70. Если же вы считаете, что что-то делается, но это явно не приоритет для городской власти, я имею в виду, звоните по телефону номер 728-01-71. Или если же вы склоняетесь к третьему варианту ответа, пока власть убрала все барьеры для себя, звоните по телефону номер 728-01-72. Кроме того, если у вас возникнут вопросы к нашему гостю, звоните по телефону прямого эфира 728-72-07. А я предлагаю начать нашу беседу с просмотра сюжета о мероприятии, которое состоялось в минувшее воскресенье возле Дюка, которое было организовано с целью привлечения внимания общественности к проблемам инвалидов по инициативе вашей организации в рамках проекта «Краина кожного». Давайте посмотрим этот сюжет, а затем обсудим это мероприятие. Активисты анонсировали свою акцию заранее и заранее подали заявку о ее проведении в мэрию. 8 июля отправили приглашение чиновникам, которые имеют отношение к проблеме инвалидов. Чиновники знали, что 24 июля у памятника Дюку соберутся инвалиды и представители различных общественных организаций. Обсудить, как поменять ситуацию в Одессе к лучшему. Узнали мы о том, что в этом же месяце состоится уличное спортивное состязание за день до проведения акции, то есть в субботу. Информация эта появилась на сайте горсовета. То бишь с 8 числа чиновники нашей горсовета могли нас предупредить о том, что площадка будет занята и мы бы сориентировались. Перенести свое мероприятие общественники просто не могли. И по срокам не успевали, и приглашенным нужны были соответствующие условия. В то же время активисты отмечают, воркаут в мэрии организовали не случайно и на скорую руку. Об этом свидетельствует несколько моментов. Они сразу бросались в глаза. Мне стало ясно, что это, другими словами, выражается, это просто троллинг. Ограждения мероприятия воркаута городские, подключение света городское, расположились они так, как им захотелось. Видно было, что все на скорую руку, потому что при вот таких физических упражнениях, которые они там проводили, у них не было матов элементарно. То есть я когда уезжал оттуда где-то около 20 часов, я видел, как человека с разбитой головой увозило и не скорая помощь, потому что опять же скорой помощи там не было, а просто обычная машина. Неясной осталась позиция мэра. На уличный фестиваль воркаута он пришел покрасоваться и поиграть своими мышцами. А вот посетить соседние мероприятия даже и не подумал. К нам не пришел ни один чиновник приглашенный, нам не помогли абсолютно ничем. Нам срывали всячески наши попытки арендовать низкопольный транспорт, который нам был необходим для доставки людей. У нас вопрос решился в 11 часов утра, в день проведения акции. Они реально пытались заглушать наши выступления, добавляя децибелы на своей аппаратуре звуковой. Впечатление у активистов осталось самое негативное. Чиновники продемонстрировали наплевательское отношение к организаторам акции и к приглашенным людям с ограниченными возможностями. Тем не менее, собрание по поводу создания антидискриминационного комитета состоялось, и он скоро начнет свою работу, будет бороться за права инвалидов и заставлять выполнять соответствующие нормы законодательства. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, подробнее вообще о мероприятии, то есть с какой целью оно проводилось, кто в нем принял участие и так далее. И, наверное, самое главное, а как вы считаете, почему мэр города, находясь совсем рядом с вами, проигнорировал это мероприятие, не подошел, не узнал хотя бы, почему собрались люди, с какой целью, с какими требованиями обращаются? Ведь это, казалось бы, так просто сделать, просто подойти и поинтересоваться. Ну, смотрите, как вы уже сказали, что мероприятие было нами инициировано в рамках проекта Краинокожного. Проект Краинокожного мы запустили, социальный проект мы запустили в ноябре 2015 года. Почему в ноябре? Потому что мы подождали, пока закончатся выборы, пока чиновники займут свои места, и чтобы было к кому обращаться, и не было там попередники и так далее. Потому что, как вы понимаете, проблема назрела еще раньше, так как у нас сейчас война не объявленная и не признанная, и количество людей с инвалидностью увеличивается постоянно. То есть проблема более чем важная. Тем более нам непонятна политика наших властей, потому что в такое время нужно правильно расширять приоритеты. И если люди теряют свое здоровье, защищая нашу мирную жизнь, то мы в свою очередь должны сделать все возможное. То есть это становится приоритетом номер один, чтобы они, вернувшись в города мирные, не испытывали никаких проблем и не испытывали дискриминации. Когда я говорю дискриминации, я имею в виду, это самые незыблемые базовые принципы Конституции – это равенство. И равенство в возможностях, и равенство всех перед законом. То есть у нас сейчас с этим плохо очень обстоят дела. У нас многие люди, которые попадают в такую ситуацию, они без реабилитации и без вот этой возможности интегрироваться в общество здоровых людей, многие просто начинают выпивать. И в принципе на этом все дело и заканчивается. То есть люди просто ломаются? Ломаются. Потому что очень большая разница, если ты с детства имеешь такие проблемы, или не дай бог с рождения, и вдруг внезапно, вот как это бывает на войне, это здоровый человек, и вдруг ты становишься ущербным, ты становишься ограниченным. Хотя не ограниченным их делает не увечья, а ограниченным их делают барьеры, которые существуют на их пути. И вот ради этого мы собрали проект, чтобы изменить эту ситуацию. Мы видим, как, допустим, организации инвалидные, которых у нас много в городе, которые работают многие организации десятилетиями. Я тут не хочу никого обвинять или судить, потому что в их положении незавидном тоже они вынуждены иногда искать вот такие компромиссы, чтобы хоть что-то получать от власти. Но видно, что в этом формате, как оно все происходило годами, никаких изменений не будет. Мы присутствовали на встрече с мэром города, это был где-то конец осени 2015 года. И люди не то, что там не подумали каких-то важных вопросов, которых много, они просто были собраны, чтобы похлопать ему. То есть массовка, некая массовка. Причем такая активная массовка в плане там по 5-дефирамбы. Я не хочу сказать, что не делается ничего. Но на фоне проблемы, вот эти моменты, которые сделаны или делаются, они не сильно отличаются от нуля. Поэтому, допустим, как у нас запускался, вы тоже прекрасно помните, потому что все средства массовой информации, прямо как будто они отслеживают проблемы с инвалидностью, людей с инвалидностью, все прямо участвовали в презентации трамвая этого, низкопольного. Это был первый трамвай в миллионнике. То есть это как бы не совсем радостное событие, как по мне. И это не стало тенденцией. Понимаете, если бы это стало тенденцией, и у нас каждые два месяца появлялось по трамваю, это была бы замена там парка, это одно. Но у нас на данный момент их два. А прошло уже там больше восьми месяцев. И так во всем. То есть мы дали возможность выступить человеку, Огренщику, представителю УТОСа у нас на этом самом. Он выступил, поблагодарил там власти с его позиции, что все хорошо. Упомянул, что вот на Варнинской классный переход для незрячих. Но опять же, не все же незрячие живут на Варнинской, а в других местах. И поэтому спасибо за то, что что-то делается. Любой человек скажет. Но давайте мы вот к чему ведем. Мы начали вот многие считают, чуть ли не в лицо называют таких, как я, Шариковыми, что мы там пришли, его там. Что-то требуете. Да, что-то требуете. На самом деле мы не начали с улицы. Мы начали в ноябре с круглого стола, куда мы пригласили чиновников, которые имеют отношение к этой ситуации. Некоторые даже пришли. Но опять же для галочки. Они пришли, больше с ними никого конструктива не было. Никаких обсуждений, ничего. Потом мы начали поднимать этот вопрос юридический. То есть мы начали инспектировать своими силами город. Поднимать вопрос и писать обращение. То есть мы искали алгоритм решения юридический. Так как мы понимаем, что люди ограничены и многие не понимают юридических тонкостей, к кому обратиться, что и как. То есть мы пошли сами проходить этот путь. Что мы увидели? Прокуратура сняла общий надзор. Она этим вопросами не занимается. Она писала, что мы можем вас представлять в суде. Дальше вот мы зацепились как раз в конце осени. Было открытие помпезное с президентом. Вы помните прекрасно. Было открытие общественной приемной. Привога и ЦОГ. И вот даже при том, при всем, что событию дали такой высокий статус. Пригласив туда президента. Там забыли про Пантуса. Значит в приемной вообще забыли о нем. Там три ступеньки. И в ЦОГе остался Пантус, который был когда-то в банке. Но он высокий угол у него. Он не приспособлен. То есть он даже опасный тем, что они там повесили табличку зелененькую. Что как бы это для людей с инвалидностью. Но на самом деле неопытный инвалид. Скажем так. Он мог заехать, но не рассчитать свои силы и опрокинуться. И вот это была такая, знаете, классическая ситуация. Вот одна проблема. Мы в одном заявлении написали обращение. В приемной подождали, видимо, само производство этого Пантуса. Там дней 13 прошло. И они поставили. Он стоит по сей день. Такое накидное они сделали. Стоит. Люди пользуются. А в ЦОГе мы столкнулись с каким-то непониманием. Так вот мы потратили 7 месяцев. Из них 5 на переписки. Для того, чтобы нам просто разрешили своими силами его построить. И показали место, где мы можем это сделать. То есть мы поняли, что алгоритма юридического нет. Людям нельзя показать путь, по которому мы идти. Все вот эти структуры, они друг на друга перекладывают. Даже не ответственность, а просто переадресовывают. Ответственности не несет никто. Мы приходили в то время, встречались с заместителем мэра города. И объяснял ему наш юрист о необходимости дать полномочия или создать орган наподобие, как сделала Винница. Там дали полномочия муниципальной полиции. Полиция ходит, проверяет объекты, имеет право штрафовать, имеет право выписывать предписание. Нам сказали, ребята, мы вот сейчас как раз делаем муниципальную безопасность. Коммунальное предприятие, кажется, называется. Но сейчас они работают. И сейчас мы имеем отписки от них. То есть это мы не можем, там мы не умеем. Скажем прямо, у них немножко другие цели и задачи стоят. Но это неправильно, потому что если у них изначально задача следить за благоустроем. Если люди обращаются и говорят, что в силу каких-то ситуаций, оставленный и так узкий проход, заставляет на нем еще строят забор. И остается совсем мало места для мамы с коляской или человека на коляске. И они пишут не наша компетенция, то как бы это прямая. И смотрите, и Винница, Украина, и Одесса, Украина. Там нашли рычаги и согласно законодательству здесь нет. Значит, это просто недоработка. Все, что можно подкорректировать. Вот как раз об этом мы же и говорили. Вы в своем ответе на мой вопрос как раз обратили внимание о приоритетах. Вы сказали, ну, вот, наверное, это не первый приоритет. Коль вот такое отношение. Ну, это однозначно. Проблемы инвалидов. Он должен быть, он должен быть, как бы, приоритетный. Возвращаясь к моему предыдущему вопросу, ну, ко второй его части, скажем так, да. Как вы считаете, почему же все-таки мэр не подошел и не обратился, не познакомился хотя бы и не спросил у людей, с какими требованиями, с какими просьбами? Ну, я не могу не понять, не знать, почему это произошло. Это факт. Был же рядышком. Это факт, который показан многими средствами массовой информации. То есть там был, здесь не был. Честно говоря, ну, меня это как бы не особо удивило. А люди, реально, некоторые так близко к сердцу это приняли. То есть людей это оскорбило? Оскорбило все. Да, потому что одно дело, понятно, выходной день никто никому не должен, не обязан. Но когда он уже был в 50 метрах и не подойти, не сказать пару слов. Тем более, вы же понимаете, мы, опять же, вот нашим оппонентам, хочу сказать, мы же не против чего-то. Мы за, мы за то, чтобы город развивался, мы за то, чтобы мы были цивилизованным городом. Я сам по себе моряк. И мне, допустим, неприятно то, что вот, когда заходит пассажирское судно, пассажирское судно в Одессу, там объявляют, что людям с ограниченными возможностями рекомендуем остаться на борту. Это неправильно, потому что Одесса всегда была гостеприимным городом. И вместе с тем, как развивается медицина, и многим людям дается возможность, шанс жить, да, в таком состоянии, в котором они находятся, вместе с этим развивается инфраструктура городов цивилизованных. И невозможно представить себе цивилизованный город, в котором люди поделены на категории, одни сидят дома, а другие, как бы, доступно все что. Мы обязательно коснемся этой темы, я надеюсь, мы успеем, и поговорим о том, как решаются проблемы инвалидов за границей. Потому что, вот вы хороший пример привели, люди, которые приходят к нам, ну, приезжают на судах. Туристы. Да, туристы. А там на самом деле очень много людей с ограниченными возможностями физическими. Им рекомендуют оставаться на борту судна, потому что город не приспособлен, как оказывается, для принятия таких туристов. Но о чем хотелось бы сейчас поговорить? Дело в том, что, опять же, вот вы привели пример насчет трамвая, да, с такой помпой, с таким резонансным открывался, запускался этот новый маршрут трамвая, вроде бы, для людей с ограниченными физическими возможностями. На самом деле это работа, это рутинная, ежедневная работа городской власти. Нет в этом никакого праздника. Это просто выполнение ими своих обязанностей, ежедневное. Это все равно, что я каждый день в студию буду заходить и под праздничный тушь, под оркестр, понимаете, или другой человек будет свои обязанности выполнять и каждый раз перерезать красную ленточку. Так вот, о работе. Существуют ли в Одессе вообще какие-то городские программы, направленные на помощь инвалидов, которые бы работали стабильно, регулярно и, главное, эффективно? Вы понимаете, всегда они были с такими или иными названиями, то есть государство, социальное государство Украина не может существовать без того, чтобы в бюджете не закладывались деньги на подобные программы, на подобное развитие. Другое дело, куда они уходят? Понимаете, потому что, ну, уходят они и разворовываются однозначно, потому что вы же понимаете, что некоторые проблемы, как бы, если мы берем категорию этих людей, они будут всегда это реабилитация, это трудоустройство там и так далее. Но проблема, допустим, безбарьерности и доступности, это делается один раз на долгое время. То есть этот пандус поставил, он из бетона. И он будет тебе стоять, может, когда-то через 10 лет тебе нужен, там будет его по штукатуре или еще что-то. И в Украине с 2000 года уже в силу вступил закон, по которому ни одно здание не может быть сдано в эксплуатацию, если оно построено без учета потребностей людей с ограниченными физическими возможностями. Ни одна единица транспорта не может выехать на маршрут, понимаете? А у нас и было дано, это с 92 года, 8 лет было дано на переход, переходный период. И сейчас еще 16 лет прошло, то есть 24 года. И вот я привожу пример, допустим, ну любой старый подземный переход, который у нас в городе, там не знаю, с 50-х, 60-х годов они, они не приспособлены были тогда, они не приспособлены и сегодня. А, допустим, тоже, если мы взяли морвокзал, там пересечь улицу, там светофора до сих пор нет, кажется, да, и нужно пользоваться подземным переходом, который не приспособлен. Поэтому программа существует, мы даже вот обращали внимание, что, допустим, в 15-м году даже остались не освоены деньги именно на пандусы. Пандусы, которые там, ну, острая проблема в городе. Почему они не освоены? Опять же, из-за откатов, потому что 70% нужно дать откаты, а на 30% ты ничего не построишь. 70% откатов? Ну, да, сейчас такие суммы. Ну, если кто занимается бизнесом, мы думаем, что... То есть этих людей, кто занимается бизнесом, их уже это не удивляет, да? Ну, когда-то было 50, сейчас стало 70. Почему меня и удивило, да. То есть то, что откаты существуют, нас это уже не удивляет никого, да, а вот 70% это для меня новая цифра. Поэтому это такие объекты, не дорогостоящие, там, как бы, разогнаться. Вот мы сейчас строили пандус, он вышел вот возле ЦОГа. Он вышел кругом бегом со всеми там делами, около 3000 гривен. То есть это недорого. То есть, а если тебе на него остается 30% от 3000 гривен, ну, что ты построишь? Поэтому деньги остаются неосвоенными. И основная наша цель вот этого проекта Краинокожного, когда мы уже поняли, что тут не только проблема с юридической стороны, понимаете, власти наталкивают идти по каждой проблеме в суд. Ну, вы представляете себе, что это такое, да? По каждому пандусу в суд и что это будет, как это будет долго длиться, кто будет ходить в суды, кто будет платить эти судебные сборы бесконечные. То есть это такой спам, мне кажется, да? То есть проблему нужно решать однозначно. Мы выяснили, что проблема с пандусами, проблема с транспортом и так далее, это все проблемы с невыполнением законодательства в этой сфере. То есть я более чем уверен, что на уровне губернатора, на уровне мэра можно путем внушения своим помощникам, людям, которые сидят на этих должностях, там, не знаю, может быть показательно кого-то выгнать, кого-то посадить, если будут на это основание. И можно этот вопрос решить, потому что я недавно имел беседу с человеком, который около 13 лет строит в Одессе. Я вот спросил, если норма существует, как вы обходите вот этот момент, там, с доступностью? Он говорит, никто особо не требует. Нет такого прямо, что он стоит во главе угла. Судя из того, вот из ваших ответов, я понимаю, что это зависит всего лишь навсего от руководителя. Он должен приказать это сделать, причем не то, что приказать или там еще, соблюдать закон. Конечно, и вот любая уличная акция, она предназначена, рассчитана на то, что в первую очередь придать резонанс проблеме, да, чтобы они заговорили в СМИ, люди прочитали, ну и то, что власть и власть, это понятно. Но плюс еще общество должно как-то проникнуться этой ситуации, потому что вы же понимаете, тот же хозяин ресторана, который ставит летнюю площадку, он же тоже человек. У него тоже там есть семья, и тоже там у него там дочка будет с коляской ходить, или там жена, понимаете, и он когда получает от чиновника продажного разрешение на эту площадку, на весь тротуар, он же тоже может понять, что так нельзя, да, и оставить людям место для прохода. Потому что на самом деле это вот, я допустим не против летних площадок, мне кажется даже, что они украшают город, но понимаете, все знают, какая у нас проблема с парковками, у нас всегда первые полосы, они запаркованы автомобилями, то есть если человек уперся, у нас часто бывает так, что вроде проезд есть, едешь, там дерево стоит, или стол, и получается в этом месте нужно обогнуть, тебе либо надо возвращаться, идти через площадку через людей, либо тебе надо спускаться на площадку. Я проезжу часть, и аж во вторую полосу, потому что первый сядет машина, это уже опасно для жизни. То есть люди должны понимать, что если они нормальные, если они патриотические, а я вот считаю, что вот допустим у нас много классных ресторанов, там Савва Липкина, да, и он в 2014 году, когда все эти события были, он показал себе довольно-таки патриотичный человек, там, проукраинских взглядов и так далее. То есть я думаю тоже, что ему не наплевать, что если там раненый боец захочет у него стейк, и не сможет к нему заехать, то есть как бы не очень будет. То есть если люди начнут понимать, и сами, ну то есть будет неправильно даже у них в обществе, да, между собой, что вот ли у Липкина все там доступно, а у Иванова недоступно, то понимаете, это тоже будет как-то играть роль какую-то. Хотя они считают, что, я тоже вот имел общение, они считают, что это не их потенциальный покупатель. Ну так тоже некрасиво говорит, да, понятно, что не все кернисы кто в коляске, но тем не менее вычеркивают людей вот так вот, ну это вот уже называется, что я сказал, дели по категориям, это неправильно. Ну вот о доступности, да, мы говорим о том, что я, наверное, правильно понимаю, что наш город вряд ли можно назвать доступным в плане вот среды, безбарьерной среды для инвалидов, даже судя по тому, что если приходят иностранные суда с туристами, им рекомендуют остаться на борту. А в принципе сейчас разгар лета, все мы живем на берегу прекрасного черного моря, теплого, и естественно многие одесситы, да и гости нашего города любят проводить свободное время на пляжах, на берегу моря. Насколько доступны одесские пляжи для инвалидов, для вот людей с ограниченными физическими возможностями? У нас, может быть, к сожалению или к счастью, потому что у нас краевид красивый, но все пляжи на склонах, и иногда даже там здоровые люди, туда нормально подниматься, как бы не очень любят, да, канатная дорога у нас, поэтому вот пользуется большим спросом. Конечно, пляжи обычные, они недоступны для людей с инвалидностью, есть два пляжа, причем тут нужно сказать огромное спасибо Прохорову, это сам человек с инвалидностью, он приложил много усилий, чтобы создать эти пляжи. Один на Лонжероне, один на Лузановке, то есть сами по себе пляжи, вот ребята посещают и говорят, что, ну, конечно, классно, да, что они имеют возможность пойти на море, сходить покупаться. Ну, опять же, смотря кто где живет и как к ним добраться, потому что иногда бывает настолько труден или невозможен выход в свет, что никаких пляжах просто не было. У нас были такие ситуации, что нам звонили и говорили просто помогите спуститься с четвертого этажа, то есть я, правда, не понимаю, вот мы приезжаем, дом, там три подъезда, ну, видно, что люди давно там живут, то есть и они не могут найти там соседей, кто бы там помог спуститься, то есть родители уже таскать не могут, пожилые, и просто человеку надо посетить больницу, его надо спустить до транспорта или там он уезжал на вокзал, надо отвезти на вокзал, то есть такие элементарные вещи, такой человек не пойдет на пляж. Или, допустим, такие люди, они, вот, как Толик Кавун, там, презентовал, получил грант и вместе с властями, да, как он сказал, построили детскую площадку. Ну, классно. Сейчас, правда, я читал, что эту площадку уничтожили или близко к этому, вот, но, опять же, такое сомнительное удовольствие поехать в Парк Победы, прокатиться на такой, на качелях этих, да, но, испытав все трудности передвижения, то есть, может, кто близко там подъедет, кто далеко, вряд ли. То есть, но в любом случае, любые эти проекты, даже вот, мы упомянули, тот трамвай, ту помпу, которая вокруг этого СССР, в принципе, как привлечение внимания людей, это, в принципе, все полезно. Потому что интеграция, это самое главное, самое первое, потому что, вот, многие люди даже испытывают такой, можно сказать, шок-стресс. Вот, приезжают в Канаду, допустим, да, и везде, где ты в любое заведение зайдешь, или там в бассейн, спортивное какое-то учреждение, и ты видишь вокруг себя, там, людей с ДЦП, там, людей на колясках, где-то какие-то, может быть, физические, там, ну, непривычные глазу вещи, да, и люди изначально испытывают шок, потому что они к этому не привыкли. Когда, вот, мне рассказывала девушка одна, которая на коляске передвигается, были здесь люди из Голландии, и они удивились, говорят, у вас высокий такой уровень медицины, у вас практически нет людей, но она говорит, они просто по домам сидят, да, то есть, по-разному, то есть, у них они есть, они к этому привыкли, здесь видят, что нет, значит, медицина шагнула, а мы по-другому воспринимаем, мы не привыкли к этим людям, и когда мы их видим, у многих какое-то чувство жалости, чувства, там, не знаю, еще какие, но на самом деле нужно понимать, что у тебя кроссовки, у него коляска, и они, в принципе, все себя так и ощущают, они не хотят, чтобы их жалели, они не хотят, чтобы их толкали, чтобы их носили, они хотят, чтобы, вот, куда хочу, туда я заеду, где невозможно, как временный вариант, можно выставить кнопку, и какой-то персонал придет, то есть, не вопрос, но со временем, это все должно, если мы цивилизованный город, цивилизованный государство, рано или поздно, это все должно быть на нормальном уровне, это не то, что европейский, это и в США, то есть, это мировые стандарты, да, это общепризнанные стандарты, да, и чем раньше, тем лучше, поэтому мы хотим, вот, наша, вот, кстати, эта акция, я не знаю, там, сподвигла, не сподвигла, но, как бы там ни было, на аппаратном совещании, в то же время, когда нас обвинили, что у нас проплаченное мероприятие, мэр, тем не менее, дал распоряжение начать мониторинг, мониторинг мы добиваемся, пишем, там, в этих письмах, во всех своих, что давайте соберемся, давайте оценим ситуацию, потому что, вы же понимаете, в машине, которая, допустим, не заводится из-за того, что у нее разрядился аккумулятор, можно, там, миллион раз, там, менять бензонасос, но она не поедет, то есть изначально нужно выяснить проблему, а проблему у нас, как мы считаем, именно в злоупотреблениях и в нарушениях законодательства, когда мы ее решим, я уверен, все пойдет совершенно другими темпами и совершенно по-другому будет выглядеть город, потому что, я уже говорил на других эфирах, еще раз повторю, когда-то бизнес ругался, там, про себя, там, были недовольны, но Гурвиц попросил положить плитку и положили ее, и, в принципе, город от этого хуже не стал. То же самое сегодня можно сказать людям, тому же бизнесу, ребята, в планах, в рамках благоустройства города, пожалуйста, на своем квартале, въезд-заезд, две скамейки, это, во-первых, для них будут копейки, они, там, скинутся по полторы тысячи гривен, по пятьсот, я не знаю, сколько это будет стоить, сделают один раз, да, и все, допустим, туалеты или, там, внутри своих заведений, это долго, на это можно дать больше времени, но проемы дверные и вот эти вот тротуары, это можно сделать за очень короткое время по всему городу и сразу город преобразится. Более того, вот мы говорили с вами о том, что эти люди, ну, на самом-то деле, я общался с людьми с ограниченными физическими возможностями, с инвалидами, как по-разному можно называть этих людей, но они себя таковыми не считают, они себя считают нормальными, полноценными людьми, ну, да, есть у них, там, может быть, какие-то ограничения, но они не считают себя вот какими-то обделенными чем-либо, а вот обделяем мы их вот этими ограничениями, мы их и обделяем. Если говорить о социальной адаптации, об интеграции этих людей в общество, в полноценную жизнь, да, существуют ли проблемы у инвалидов с трудоустройством? Опять же, люди с инвалидностью, проблемы разные бывают, и если... Почему? Потому что, простите, прерву вас опять же, за границей эти люди прекрасно работают, они хотят работать, они таким образом... Если человек активный, он найдет себе работу. Другое дело, что, допустим, одно дело, там, человек слабослышащий, да, который физически полностью здоров, да, на двух ногах, двумя руками, это один вопрос. Хуже всего, сложнее всего людям незрячим, у них спектр очень сильно ограничен. И у нас законодательство нормальное по всем направлениям. И обязует, в принципе, работодателей при востребованности предоставлять работу людям с инвалидностью, дают какие-то льготы для этого. И, в принципе, делают предпосылки для того, чтобы, как минимум, работодатель не отвергал это все. Но, по факту, конечно, как и во всем, как и везде у нас, есть и перегибы, есть и мертвые души, когда только числятся или когда специально для этих льгот записывают, что у тебя трудоустроенные люди, с ними договариваются на часть зарплаты, то есть, допустим, 1000 гривен зарплаты, им вот оплатят 200 гривен для того, чтобы он просто числился. Есть и такое. Ну, опять же, в нашем государстве много всяких направлений, по которым нужно еще работать и работать. Это связано не только вот с этой тематикой, о которой мы сейчас говорим. Но самая большая проблема у нас в том, что, если за границей люди изначально, там же тоже не все, не всегда так было, там тоже все прошли через какие-то митинги, манифестации и так далее, и того подобное, и, наконец-то, они добились изменения законодательства. С этого момента у них этот вопрос пошел. У нас ситуация иная. У нас с законодательством все в порядке. Ну, где-то, конечно, есть. А вот с исполнением этих фигуров? В общем, все в порядке. А вот исполнения вообще никакое. Мало того, у нас в 2014 году приняли криминальную ответственность за дискриминацию. А по факту нигде никто, ничто. И даже, в принципе, не особо понятно, кто должен ставить этот, как бы, диагноз, да, дискриминация или нет. Кто определяется? Кто определяется? В принципе, это возложено на офис омбудсмена. Но сегодня, общаясь с ними, мы не видим, что они прямо ищут везде, где же там нарушение прав человека. И они, как бы, готовы помогать. Ну и то, слава богу. У нас, кстати, очень хороший контакт с представителем омбудсмена Украины в Одессе, Анатолий Пузычук. В принципе, мы обратились к нему с письмом. Он начал проваджение, открыл 10 июня этого года. Именно по вопросу, дискриминируются ли тут в Одессе, в Одесской области люди с ограниченными физическими возможностями или нет. И вот этот мониторинг, который сказал Труханов на последнем аппаратном совещании начать, он начинается завтра в 14 часов. И мы там обязательно будем. И мы, наконец-то, я надеюсь, что мы найдем все-таки моменты для взаимодействия. Потому что вот эта вот агрессивность, тем более она агрессивность на расстоянии. То есть люди не совсем поняли, кто мы такие, но уже как бы нам какие-то навешали ярлыки, что мы какой-то политический проект и так далее. Ну что ж, понятно. Давайте вместе, как говорится, мы со своей стороны будем за этим пристально наблюдать тоже. У вас будет возможность после того, как пройдет так называемый мониторинг, поделиться своими впечатлениями и, самое главное, результатами, насколько удалось наладить этот контакт. Мы только за плодотворное сотрудничество. Спасибо вам большое. Время нашей программы подходит к концу. Мне остается подвести итоги интерактивного голосования. Хочу напомнить вам, уважаемые телезрители, что сегодня мы спрашивали у вас, как вы считаете, занимается ли городская власть созданием безбарьерной среды для инвалидов. Было три варианта ответа и 40% наших телезрителей считает, что только на словах, да и то по праздникам. 14% телезрителей что-то делается, ответили, но это явно не приоритет. И большинство проголосовавших сегодня телезрителей, 46%, считает, что пока власть убрала все барьеры только для себя. Что ж, спасибо вам большое за голосование по интерактиву. Наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»